В фармацевтическая промышленность женщины в гендерном плане преобладают над количеством мужчин, которые заняты в нашей отрасли. У нас более 60% — это женщины. И здесь тоже хочу сказать, что если мы посмотрим разрез свой по соотношению возраста женщин, у нас немножко другая картина. Мы немножко отличаемся от каких-то более традиционных, что ли, отраслей. Не знаю, как правильно сказать, но у нас немножко другие пропорции. У нас очень много молодых, работает молодых женщин, так как более 60% у нас женщины. И ситуация складывается такая, что в фармацевтической промышленности и в управлении, и промышленности, вот у нас Екатерина Геннадьевна, заместитель министра, и на предприятиях женщины представлены достаточно широко. Если смотреть топ-менеджмент, то нет предприятия, мы не найдем, где меньше 50% — это женщины. Если мы посмотрим уровень немного ниже, средний уровень, там женщин-руководители уже будет 60 и плюс процентов. То есть вот как бы здесь гендерная какая-то, какого-то такого перекоса, в общем-то мы не наблюдаем. Но если говорить о кадрах в целом, то наша компания, которая растет очень быстро, и мы фактически за 5 лет ввели в действие 4 производственных площадки, конечно, мы постоянно должны привлекать к себе новые-новые кадры. И задача эта не всегда простая, конечно же, потому что наша работа в нашей отрасли все-таки предполагает достаточно хороший уровень подготовки профессиональной. Поэтому предприятий фармацевтических немало в нашей стране, да, и какая-то возникает и внутренняя конкуренция. В своей компании мы привлекаем, вот я считаю, первая самая интересная задача, которой нам идут люди, им интересно, вот нашим таким бурным развитием, когда приходят к нам на собеседование все люди, которые наши люди, они очень этим заинтересованы, то, что участвовать в таком, в общем-то, интересном деле, нерутинном деле. И на это, я хочу сказать, процентов 80 людей, которые к нам приходят, у них именно эта мотивация возникает. Конечно, мы стараемся создать достойные условия для работы. и наш новый завод, который мы построили в Москве, в Технополисе, в площадке в Зеленограде. Мы вообще постарались создать такие условия, чтобы, как я говорю, чтобы вам вообще не хотелось идти домой, чтобы вам хотелось быть на работе. Задача достаточно сложная, но решаемая, и таких вот каких-то нерешаемых проблем я не вижу. Еще хотела как бы чуть-чуть сказать, и как раз небольшой комментарий по выступлению Веры Александровны, как банковского работника. Сегодня была у нас сессия на РБК, и речь шла о развитии инфраструктуры для промышленности. И как бы совсем вся дискуссия шла в этом русле, и вдруг у меня ведущий спрашивает, когда я рассказала о том, как мы развивали свои площадки, какие условия и так далее, и он мне говорит, а вот за что вам так, за красивые глазки, я немножко растерялась. Я как-то не ожидала такого вопроса, и у меня немножко голова пошла работать в каком-то другом направлении. Я ему говорю, ну это не за что, а для чего, для того, чтобы развивать промышленность, для того, чтобы обеспечить лекарства и так далее. А потом подумала, ведь это очень хороший вопрос, да, а за что, как? То есть мы сейчас говорим о том, что надо привлекать женщин, да, потому что надо отдавать им дорогу. И получается, что действительно эта задача-то непростая. И когда вспоминаешь свой первый проект, ты понимаешь, как трудно было, да, получить поддержку и от банков, и от банков тоже, именно убедить, что я женщина, да, и я действительно построю этот завод. Потом уже, конечно, когда есть результат, который ты можешь показать, уже это полегче. И я уже даже немножко забыла, как бы, первую историю, да, и поэтому, наверное, растерялась. Потому что, конечно, это задача, и Екатерина Геннадьевна подтвердит, Минпромторку очень серьезно поддерживает развитие промышленности, фонд развития промышленности поддерживает. Но, друзья, для того, чтобы тебя поддержали, прежде чем ты получишь одобрение, ты должен предоставить очень серьезный, зрелый бизнес-план, ты должен убедить свои финансовые модели, что ты в состоянии будешь вернуть там те займы, кредиты, которые ты получаешь для того, чтобы развить это предприятие, построить ли, развить ли. Поэтому, вот, мне кажется, здесь надо смотреть как-то с двух сторон. С одной стороны, мы говорим, что государство должно поддерживать. Государство – это правильно. Но, с другой стороны, мы должны понимать, да, что поддерживают, в общем-то, сильных. Поэтому вот эта сторона, она немножечко, даже вот у меня сегодня, она куда-то провалилась. Я попала врасплох с таким простым вопросом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!